Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии депутата Государственной Думы от Кировской области Кирилла Черкасова. Кирилл Игоревич, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Владимир. Сразу же заостряю внимание всех. Мы сегодня не будем говорить о предстоящих выборах, не будем заниматься агитацией. Мы, я думаю, что тот, кто уже определился с голосом за того или иного кандидата, тот и определился. Мы поговорим лучше о городских проблемах, о тех вещах, которые волнуют максимальное число жителей нашего города и нашей области. Накануне было сообщено, в частности, что сегодня с рабочим визитом в Кирове будет глава российского МИД-транса Максим Соколов. Но вот вчера поздно вечером уже стало известно, что сам Максим не сможет к нам приехать. Он отправил своего заместителя Николая Асаула. Но повестка дня, повестка общения с нашими властями останется прежней, заранее объявленной. Это реализация у нас проекта «Безопасные и качественные дороги», строительство путепроводов, чистые пруды, развитие дорожной сети в целом в нашем регионе. Хотелось бы, чтобы вы, Кирилл Игоревич, прокомментировали эти темы. Итак, «Безопасные и качественные дороги». В этом году, напомню, 1,2 млрд рублей выделено нам, лоты уже поделены, 800 и 400 млн соответственно. Общественники уже высказали свои претензии к этому поводу, мол, слишком крупные, надо бы поменьше. Как вы считаете? Я считаю, что сейчас посмотрим, как будут реализовываться первые шаги, а самое главное, как Министерство транспорта области и как город смогут проконтролировать качество работ как раз вместе с общественниками. Неоднократно мы призывали, чтобы были созданы общественные группы при администрации области, с тем, чтобы во время ремонта общественники, эксперты знали, когда какая улица. То есть был план вывешен официально, и подрядчик сообщил, когда какая улица, каким видом ремонтов будет подвергаться. С тем, чтобы люди, которые заинтересованы сегодня в качестве этого ремонта, могли поприсутствовать, могли посмотреть, депутаты могли подъехать. Я думаю, что вот таким способом мы сможем постепенно-постепенно ввести общественный контроль. Ну и, конечно, организации, которые призваны заниматься этим контролем и качеством выполнения работы, они должны делать свою работу качественно и вовремя давать информацию, если тот или иной подрядчик пытается заменить материалы. Или пытается, вот как недавно было, две недели назад, класть асфальт, когда шел снег. Да, было дело. Сам наблюдал, прогуливаясь по улице Комсомольска, если не ошибаюсь. Да, да, в том районе. Хорошо. Чистые пруды, путепровод. Там тоже есть, не то чтобы недовольные, но люди с претензией выступают на то, что одним путепроводом не отделаться, дальше нужно развивать в том направлении дорожную инфраструктуру. Мы давно говорили и обсуждали с депутатами законодательного собрания от ЛДПР о том, что нужна программа транспортного развития города, транспортного развития области. И эта программа должна быть публичной, в ней, безусловно, должны учитываться градостроительные планы, планы жилой застройки. И, конечно, надо очень, мне кажется, внимательно всем посмотреть и все же пригласить на все наши площадки представителей полиции дорожной, которые у нас занимаются, в том числе организации движения. Потому что сегодня то, что происходит с пробками в час пик, что сегодня происходит с расчисткой улиц, что сегодня происходит на перекрестках. Я вот с коллегами задался целью, мы два месяца мониторили эту историю. Количество аварий на перекрестках, их пропускная способность и количество несчастных случаев. То есть мы первые в Поволжье. Количество ДТП, собственно? ДТП и наездов на пешеходов. Первые среди 14 регионов, субъектов Федерации Философии. И мы понимаем, почему, потому что каждый день вот эти вот Т-образные и, соответственно, квадратные перекрестки, где нету ни поворотов, нету каких-то других возможностей организовать развязку, пробки не пропускают друг друга. Тут и культура, и организация движения, конечно. Поэтому надо вести диалог с Дорожной полицией и, конечно, с городскими властями, с тем, чтобы нам показали эту программу и рассказали, что будет делаться для того, чтобы эти вопросы начали решаться. Кстати, вы знаете о том, что в 2017 году по сравнению с 2016 число погибших в ДТП в Кирове, в областном центре, выросло чуть ли не на третьем. Эта информация размещена на сайте ГИБДД. Ну, там, конечно, счет идет не на сотни, там было 30 с чем-то погибших в 2016 году, стало за 40. Так я про это и говорю, что вот эти высокие сугробы, эти нерасчищенные правые полосы, они сузили и без того сложную к проезду наши улицы до того, что это, как правило, всего две колеи встречные, и в результате любая машина, которая хочет выполнить поворот или парковку, она является уже помехой для идущего транспорта, для потока. А люди, когда выходят к пешеходным перекресткам, они, к сожалению, не видят машины, а машина не видит их, потому что сугробы выше человеческого роста. Это к вопросу городским властям, как они занимаются расчисткой. И вот здесь сегодня, видимо, к визиту министра мы видим, что все сугробы, в том числе и у вас здесь на Московской, и на Дериндяевой, вы их почистили, вывезли. Активизация заметна, да. Да, а в город как? То есть понятно, что надо начинать с перекрестков, оживленных улиц, там, где наибольшее количество жителей города идет с работы, там, в больницу, в магазины. А, кстати, как вам позиция по этому поводу главы Кировской администрации Ильич Ульгина? Ведь он подрядчиков все время призывает и взывает к их совести убираться, лучше убираться своевременно, делать все возможное. Ну, пока мы видим только намерения и слова, очень надеемся, что это будет реализовано в делах, и посмотрим, как те управления, как другие дорожные службы, которые призваны привести город в порядок, они отработают. Вот особенно сейчас, когда начинается распутиться, когда слякать, потому что вчера-позавчера по городу люди жаловались, невозможно пройти грязно, скользко, очень некомфортно двигаться, передвигаться. А дороги в районах в этом бываете? Ну, вот сейчас понятно то, о чем вы сказали, выборы на носу, поэтому как раз в последний месяц это движение по районам, то есть федеральные трассы расчищены, но пришла новая беда. То есть вот трасса на Белую Холуницу на Амутнинск, она начинает приходить в состояние, которое было 7-8 лет назад, когда для того, чтобы доехать от Слободского до Белой Холуницы, надо было ехать справа по колее, по грунтовке, то есть по дороге было невозможно проехать. Очень в плохом состоянии дорога на Фаленке, на Зуевку, но единственное, более-менее дорога на Орлов, и то там провал около реки, я думаю, что там дорожники устранят этот кусочек. Но в целом я считаю, что качество дорог у нас ухудшилось, к сожалению, да. Несмотря на то, что федеральная программа сейчас в действии, но она до 2022 года будет работать, конечно. Причем Дедушка Мороз чуть-чуть исправил ситуацию, сейчас вот оттепель начинается, и прям четко видно, насколько ухудшилось дорожное полотно. Трасса там Советск, Киров, Яранск, Киров, ну тоже очень серьезные выбоины, очень серьезные там провалы есть. Я думаю, что дорожникам стоит внимательно задуматься над расстановкой приоритетов, ну а соответственно Росавтодору заняться инвентаризацией кировских дорог. Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы от Кировской области. Подошло время небольшой паузы, мы прервемся и продолжим. Особое мнение на 101FM Продолжаем наш разговор с Кириллом Черкасовым, депутатом Госдумы от нашего региона. Накануне 14 марта трагедия в нашем городе произошла. С крыши дома на Карла Липнев, Т-34, этот дом находится в ведении управляющей компании Октябрьского района, упал снег, упал снег на 9-летнего мальчика, мальчик пострадал, сейчас находится в больнице. Я знаю, что вы буквально накануне 8 марта были в управляющей компании Октябрьского района, для того, чтобы напомнить его руководителю, что надо бы чистить крыши и дворы, чтобы избежать этих несчастных случаев. Да, 7 марта с коллегами приобрели лопаты и как раз хотели их вручить, удалось вручить директору Октябрьской управляющей компании. Ленинский уже был закрыт, к сожалению, и визит был именно связан с тем, что у нас каждый год весной начинается одна и та же проблема. Из архитектурных особенностей строений в Кирове, особенно на Красной линии, вот эти вот козырьки, которые сделаны над коммерческой недвижимостью, вот эти старые дома, то есть там сегодня просто тонны льда, тонны наледи, которые, безусловно, являются повышенной опасностью для кировчан. И начинается оттепель, подтаивает крыша, понятно, что эти языки сползают. И мы как раз встречались и пытались попасть к руководству города, но, к сожалению, господин Шульгин не нашел время с нами встретиться. Мы хотели предложить им сделать субботник, приобрести лопаты, приобрести специальное оборудование с тем, чтобы хотя бы огородить красными лентами вот те места, где, возможно, сход вот этих вот сосулек, пластов снега и льда. И, конечно, здесь вопрос городской администрации, к территориальным управлениям и к управляющей компании. Мы, Владимир, начали с вами обсуждать, что приходит новый человек, его назначают директором управляющей компании. Можно рассказать, понятно, что это право собственника, но... А где он до этого работал? То есть, какое у него резюме? Какое образование человек получил? Насколько он понимает городские проблемы? То есть, сейчас он будет знакомиться, вот вам первый случай. И здесь, конечно, мы всячески готовы поддержать родителей, ребенка, который пострадал, но сейчас надо массово людям заявлять, и если они видят такую угрозу, то есть, если там рядом, когда вы идете на остановку или в школу, в детский сад, вы видите, что дом не почищен, крыша не почищена, обращайтесь к нам, в нашу приемную, Карла Либнихта, 67, обращайтесь в городскую администрацию, в территориальное управление, пишите, и все вместе мы должны, как бы, сейчас подсказать управляющим компаниям, где как можно быстрее расчистить эти крыши. Ну, вот в повседневной жизни, если там в подъезде кто-то начинает сорить, или вы заходите к себе там в подъезд, и кто-то ругается, вы же делаете замечания, да, вы всегда там принимаете какие-то меры. А почему, когда мы идем по улице, подняли чуть взгляд выше, и видим вот эту наледь, почему не потребовать от собственника, от управляющих компаний привести в порядок это безобразие? Ну, и к тому же, надо все-таки напомнить, что наша безопасность в наших руках, и мы все-таки должны заботиться. Ну, и помогать своему городу, с одной стороны. Да. Хорошо, следующая тема, тоже важное событие, известный в России человек, приезжал в наш город 14 марта, был открыт детский космический центр, я имею в виду, конечно же, министра культуры Владимира Мединского, насколько важен, на ваш взгляд, этот центр для нашего города, и как презентованы и дети из соседних регионов к нам будут приезжать. И Мединский выразил надежду на то, что детский космический центр станет такой правной точкой для появления в будущем классных летчиков, космонавтов, инженеров. Вы знаете, все бы ничего, но я вчера как раз был в ДСАФе, Кировском, и встречался с ребятами, встречался с руководством ДСАФа. Сегодня, с одной стороны, мы говорим о будущих летчиках и космонавтов, а с другой стороны, у нас собственный аэродром, причем их не так много осталось в региональных ДСАФах, он доживает фактически последние дни, потому что, с одной стороны, вроде имущество перевели, и оно стало федеральным, то есть теперь те рейдеры, которые на него покушались, они получили по рукам, и, видимо, у них не получится устроить застройку или по ДЖС разрезать его. Но проблема с самолетами, то есть их надо ремонтировать, они старые, нет парашютов, нет инструкторов, нет ставок. ДСАФ задерживает заработную плату работникам, и в результате вот эти вот, ну, казалось бы, благие намерения, вот эти разглагольствования о том, что давайте там займемся, давайте будем помогать, давайте. Там один парашют стоит 140 тысяч рублей, всего осталось 9 парашютов, а их надо минимум 20-30. Всего два самолета есть в нашем ДСАФ, ремонтируются они вынуждены или в Ростове, или в Подмосковье. Ремонт самолета стоит 2,5 миллиона рублей. Это Ан-2. Ан-2, да. И самый прямой вопрос, который вот сейчас обязательно напишу запрос на губернатора, и будем разбираться с коллегами, почему наша авиационная техника не используется для мониторинга и противопожарных мероприятий на территории региона в пожароопасный период, весной и летом. То есть они вынуждены работать в коме, и в коме по документам все нормально. А наше Министерство лесного хозяйства, собственное авиапредприятие, которое есть, не допускает. И здесь, мне кажется, очень большие вопросы к руководству Минлесхоза. Почему такое предвзятое отношение, мы говорим, чтобы поддерживать собственного производителя, собственных деятелей культуры. Мы говорим о том, что надо подумать, чем загрузить дома культуры в районах. Хорошая идея, безусловно, сделать там кинотеатры. Но человек не будет каждый день... Это, я напомню, было озвучено накануне встречи Минлесхоза. Да, или человек не был в районах, то есть или министр у нас не ездит в районы, или он не понимает, о чем говорит. Но человек может сходить в кино в пятницу или в субботу, но он не будет ходить каждый день. И даже каждую неделю он не будет ходить. А стоимость билета 150-200 рублей, она запредельная сегодня для жителей района. А с другой стороны, вот сейчас был в Орлове, великолепный фок стоит посреди Орлова. Небольшая секция, ребята занимаются боксом, рукопашным боем. Большущий зал пустует, а он отапливается. Деньги из районного бюджета туда выделяются. Область не согласует выделение ставки физинструктора или тренера. А почему это должно через область проходить? А местный бюджет, он не имеет денег. То есть у него проблемы. То есть они сегодня, к сожалению, наши муниципалитеты оставлены один на один с собой, и у них просто нету средств для того, чтобы содержать такие ставки. И в результате, там, где могли бы заниматься дети, люди старшего поколения, то есть строить ничего не надо, все есть, все работает, функционирует. Надо крышу чуть-чуть подлатать, хотя там, в принципе, я был достаточно прилично. Молодцы, энтузиасты, они поддерживают его в хорошем состоянии. Там же у нас единственная в области организация, подразделение ДСАВ, которая проводит чемпионаты России по мотокроссу. Чемпионаты России, то есть к нам приезжают с Татарстана, с Нижнего Новгорода, со всей страны. Цена вопроса 200-300 тысяч рублей в год, для того, чтобы они могли дальше функционировать и работать, популяризировать и автовиды спорта, и в целом, как бы, Кировская область. Министерство спорта не помогает. Министр Барминов не хочет встречаться ни с коллегами, ни с нами. Барминов? Да. То есть, вот здесь очень тоже большой вопрос. С одной стороны, мы придумываем какие-то вещи, непонятно, там эти кинотеатры, будут они нужны людям, не нужны. А там, где массовый спорт, туда, куда могут прийти дети, там, где мы можем организовать досуг уже сегодня, и вкладывать не так много надо, у нас почему-то денег нет в бюджете. Поэтому, вот, безусловно, здорово, что приезжают министры сюда. Да, наверное, хорошо, что что-то они обещают, что-то подписывают, но вот что и как это делается, я думаю, что это должны жители районов и администрации районов, прежде всего, решать. Они сверху им должны спускать, что теперь у нас в каждом районном центре будет кинотеатр. Ну, в это, конечно, не особо-то и верится, что там будет... Владимир, ну вы пессимист, я вам хочу сказать. Вы знаете, я родился, например, в городе Уржуме, вы знаете, что сейчас там произошло с двумя кинотеатрами, которые там были? Что сейчас там находится? Я там был 8 дней назад, да, заходил в храм, встречался. Большой сетевой магазин находится? Да, да, да. Это вот как раз вопрос. Безусловно, как мы говорили, нам нужны торговые точки, но не так, что у нас приходит сетевой оператор, убивает всех местных предпринимателей, закрываются все магазинчики, он встает один, и в результате людям приходится даже там в том же Уржуме, для того, чтобы прийти в магазин, надо идти 3-4 квартала. А это не очень удобно по тем горкам, которые там, и по тем тротуарам, которых там отсутствуют. Они, к сожалению, там отсутствуют. Хорошо, давайте к другой теме перейдем. Остается 3 минуты до рекламы. Я думаю, успеем поговорить об авиасообщении. Стало известно, что с 20 марта по 25 апреля саратовские авиалинии не будут выполнять рейсы из Кирова в Москву и обратно. Мы пытались, наши коллеги, пытались разобраться, что же такое произошло. Вот наши коллеги Ольге ответили, что в саратовских авиалиниях, я имею в виду, что самолеты уходят на техобслуживание, а на вопрос, будет ли возобновлено авиасообщение после 25 апреля, отказались отвечать на этот вопрос. Соответственно, у нас остается сейчас на московском направлении только Руслайн. Многие тут опять вспомнили с теплотой авиакомпании Победа, где можно было по очень бюджетным ценам улететь в Москву. Вот как с этим? В каком направлении дальше двигаться? В нашем регионе, в нашем министерстве транспорта, правительстве? С коллегами из фракции ЛДПР в законодательном собрании мы поставили губернатору вопрос о служебном соответствии министра транспорта области. И мы считаем, что та позиция, которую проводила госпожа Куземская и проводит нынешний министр, она неконструктивная. То есть, ничего страшного, если он... По этому вопросу, да? Да, как раз по этому вопросу, потому что... По авиасообщению. Авиасообщению, потому что сегодня я считаю, что они должны ехать в Москву, встречаться с руководством Победы, встречаться с руководством Аэрофлота, кланяться им, договариваться... Я напомню, что это дочка Аэрофлота Победа. И возвращать Победу сюда, потому что сейчас начинается сезон. Все равно у нас многие граждане вывозят своих детей, сами выезжают на отдых. И, конечно, очень удобно, когда Победа прилетала в Шереметьево, и там были все стыковочные рейсы с зарубежьем. Я думаю, что сегодня надо прям разговаривать с губернатором и говорить о том, что Министерство транспорта сегодня должно обеспечить возврат Победы сюда. Если они не хотят летать регулярно, значит, это надо сделать, может быть, ограничить количество рейсов. Но у кировчан должен быть выбор, куда прилетать, в Домодедово, в Шереметьево или во Внуково. Ведь это и есть оптимизация логистики. И если люди прилетают на Руслайне в Домодедово, а основной пересадочный узел у нас там в Шереметьево, то это очень неудобно. Это еще дополнительно там 2,5-3 часа в дороге, и это нагрузка. Это бюджет. Это, конечно, это же приличный бюджет для семьи, для путешествия. Поэтому здесь однозначно надо разговаривать с Победой, надо их уговаривать на то, чтобы они возвращались в регион, и давать возможность в том числе и здоровой конкуренции. Потому что если у нас будет несколько авиакомпаний, то в любом случае они пересмотрят тарифы. Мы понимаем, что тогда им придется уже повнимательнее смотреть, а не так, как сейчас, когда фактически Руслайн будет диктовать свои цены в самый высокий туристический сезон, который начинается весна-лето. Слушайте, а можно напрямую спрошу? Вы знаете уровень жизни в нашем регионе, уровень зарплат. Какая, на Ваш взгляд, адекватная цена для Кировчанина за билет до Москвы на самолете? Я считаю, что это должно быть от 3 до 6-7 тысяч максов. Минимум все-таки 3, да? Ну, нам объясняли коллеги из Аэрофлота, что дешевле это возможно только по акциям, когда идет бронирование за 90 дней. А если у нас договора нету, и компания не летает, понятно, что сейчас это... Ну, просто зачем обещать то, что нереально? Хотя мы помним с Вами и 1000 стоит 1200 рублей. Я за 999 однажды улетел. Вот, то есть, ну, это же... Покупал билет за неделю. Причем это абсолютно нормально для семьи, когда люди понимают, что у них отпуск вот в такие-то числа, когда понимают детский отпуск, то они заранее могут за 3-4 месяца планировать его и покупать вот эти дешевые билеты. Поэтому здесь, конечно, надо этим заниматься. Я считаю, что это прямая зона ответственности министра транспорта Кировской области, и он должен отчитаться перед депутатами, перед жителями, что он сделал для того, чтобы обеспечить конкуренцию, первое, между авиакомпаниями, и второе, вернуть сюда бюджетную победу. У нас рекламный блок сейчас будет. Я напомню, что мы беседуем с Кириллом Черкасовым, депутатом Госдумы от нашего региона. Вернемся через полтора минут. Напомню, что мы общаемся с Кириллом Черкасовым, депутатом Госдумы от Кировской области, обсуждаем самые те темы, обсуждаем, которые на слуху в последнее время у жителей нашего города и области. Вот, по всей видимости, уже случился сей факт, потому что накануне я слышал, что в управлении Федеральной налоговой службы по Кировской области уже появился исполняющий обязанности руководителям. Я имею в виду налоговую политику в регионе. Светлана Геннадьевна Чарушина покинула этот пост, и многие, не секрет, да, именно с ней связывают усиление налоговой нагрузки на бизнес в нашем регионе и его уход. Из нашей области вы поддерживаете вот эту точку зрения, что слишком уж жестко поддерживаю? Я был одним из участников тех, кто озвучивал эту проблему. Я писал на Мишустина, на руководителя Федеральной налоговой службы. Я знаю, что ваши коллеги в другом думе тоже высказывались. То есть мы как раз обращались к нему с тем, чтобы он внимательно посмотрел на деятельность госпожи Чарушиной и, в принципе, кировской налоговой. Я считаю, тот климат, атмосфера, которая у нас последние 3-4 года была в регионе, это было просто вот тотальное давление на малый и средний бизнес. Это было выдавливание крупного бизнеса из региона. Мы потеряли практически всех крупных налогоплательщиков, они ушли от нас. И вопрос смены руководителя, он уже давно зрел. Поэтому будем надеяться, что новый исполняющий обязанность, если он будет утвержден, он кардинально пересмотрит свое отношение к бизнесу, свое отношение к предпринимателям, которые работают в регионе. И здесь, конечно, вопрос взаимодействия депутатского корпуса, исполнительной власти региона очень важен. Торгово-промышленная палата, безусловно, должна быть подключена к этим вопросам. Я надеюсь, что, конечно, будет меняться в лучшую сторону. Хуже, на мой взгляд, уже некуда. Это действительно так, что роль руководителя данного ведомства, управления, она очень-очень велика. Просто есть специалисты, которые утверждают, что ничего подобного, это просто из Москвы спускается, такая указка, он просто исполняет ее. Исполнять можно по-разному. То есть можно же встретиться, сказать, что вот такие-то правила, вот такая-то разнарядка пришла. А дальше уже обсуждать, дискутировать, как это выполнить, как это сделать. Но не так, когда врываются на предприятия, возбуждают совместно с Абебом уголовные дела, а потом через какое-то время почему-то мы видим, что там предначальные суммы, которые в прессу выбрасываются, там 300 миллионов претензий, 150 миллион, а потом эта претензия съезжает до нескольких миллионов рублей. То есть вопрос, что для чего вот этот пиар в начале, для чего это кошмаривание бизнеса, то есть президент во время послания, во время своих выступлений, он неоднократно говорил о том, что прекратите кошмарить бизнес, особенно с помощью правоохранительных органов. А у нас как бы обратная ситуация. У нас налоговая шла в связке с полицией, и они прям как катком проезжались по предприятиям, и многие потом не могли подняться. То есть они или закрывались, или просто уходили в другой регион, а это же рабочие места, это налогооблагаемая база для регионов, для муниципалитета. Поэтому надеюсь, что здесь изменения будут в лучшую сторону для бизнеса, для предпринимателей. Еще один вопрос, который уже много-много лет остается актуальным для областного центра. Я имею в виду вопрос резервного водоисточника для областного центра. Не только одна вятка все-таки тут должна нас питать, потому что, как известно, в Паводок у нас загрязнение серьезное происходит, и, соответственно, нужна вода-то почищена. И вот в 2013 году, в конце 2013 года, стояли строить водовод из Куменского района, подземные источники. А совсем недавно на заседании Гордумы Илья Шульгин, сеть менеджера, сообщил о том, что есть предложение законсервировать этот объект. Объект дорогостоящий, безумно. Ну, там проблемы с финансированием, как известно были, да, и с федерального бюджета. Ну, вот консервация предполагается предварительно пока на год. Многие, конечно, опасаются последствий, но как Вы считаете, что происходит? Происходит то, что депутаты от ЛДПР в городской думе обратились в соответствующие органы, к экспертам с тем, чтобы оценить, как было произведено проектирование данного водопровода и чему он должен был послужить. Сейчас мы ждем ответов, но предварительное устное объяснение экспертов, что данный водовод не решал проблему поставки альтернативных источников воды в город Киров. Не решал. И качество этой воды, мягко говоря, сомнительное. Поэтому мы надеемся, что сейчас эти ответы мы получим. Я думаю, что у господина Шульдина такая же информация. То есть, почему он приостановил, то есть, и почему сейчас нет никаких заявлений, потому что сейчас начинают в этом вопросе разбираться. И здесь, я думаю, что появятся вопросы к бывшему руководству города, которые инициировали этот проект. И вот если действительно будет подтверждено, что... Но вместе с областными, кстати, тоже властями тут же взаимодействуют. Ну, тут изначально-то заинтересанно-то были городская администрация. Поэтому я думаю, что сейчас, когда мы получим ответы, мы вместе с нашими городскими депутатами попросим провести расследование. И если выяснится, что это просто была попытка закопать очередную порцию бюджетных денег, то обратимся в правоохранительные органы с тем, чтобы к бывшему руководству города Кирова уже начали поступать вопросы, с какой целью. А у вас есть все-таки прогноз, что тут есть криминальная составляющая? Да, да. Даже само проведение конкурса и как он готовился, под кого он готовился, и что выиграла другая организация, говорит о том, что что-то пошло не так. А сам факт консервации как вы воспринимаете? Вообще отрицательно. То есть мы понимаем, что любая консервация, она приведет к удорожанию проекта, если его расконсервировать. То есть на саму консервацию? На саму консервацию? Важно, то есть мы должны деньги заплатить из городского бюджета за консервацию и потом за расконсервацию. А с учетом того, кто его строил, мы понимаем, что там возможно банкротство, и с самого подрядчика мы ничего не получим. А проблема тем самым не снимается. А она только обостряется. У Кирова остается один источник. Экологические проблемы, они только обостряются. Сейчас вот были в Осенцах, в Ахрушем, в Слободском районе, встречались с жителями, о чем они говорят, что рядом с этой вот свалкой, которую сейчас готовит правительство области, две реки, которые впадают в Вятку. Соответственно, водозабор, понятно, получит дополнительную нагрузку. Уверяли нас эксперты, что никакого проникновения в вод не будет. А с другой стороны, сейчас вот встретился с инициативными гражданами, с людьми, не безразличными за то, в какой обстановке будут жить. Они будут жить, их соседи. Они говорят, что в частности пленка, которая сегодня устилает с одной этого карьера, она некачественная. Как немецкая пленка может быть некачественной? Они принесли образцы и говорят, что можете ли вы там, как депутаты, помочь проверить ее, действительно ли она отвечает тем техническим характеристикам, которые заложены в проектной документации. Вот сейчас образцы нам дадут, отвезу их в Москву, и обязательно мы этот вопрос проверим. И также обратились к коллегам с тем, чтобы вместе с экспертами выехать на место и посмотреть, как идет ход подготовки данного карьера. Хотя люди настроены очень решительно, они категорически против, они продолжают утверждать, и я склонен им верить, что те общественные слушания, которые якобы были проведены, безусловно, они были сфальфицированы. И сегодня у людей очень много вопросов к тому, где и как эта свалка будет располагаться. Ну, тут надо, да, я соглашусь с теми словами, которые неоднократно были на студии произнесены, что где бы этот полигон-то бы он не появился, жители местные все равно бы протестовали. Никому не хочется жидать с такими объектами. Так а самое интересное, что, к сожалению, есть возможности. То есть есть места, и это бывшие торфянники, есть сегодня современные технологии, буквально недалеко, вот в сторону Кирова-Чапецка, в сторону Слободского, вот с той стороны. Да, да, то есть эксперты говорят о том, что не самое оптимальное место выбрали, а выбрали его потому, что там кому-то земля принадлежала, удобно недалеко от города и так далее, и так далее. То есть вот здесь вопрос как раз интереса граждан. Там даже вопрос стоял о том, что защитная полоса всего 500 метров. И граждане говорят, что, ну, если уж действительно там вы хотите прислушаться к нашему мнению, но передвиньте его хотя бы на километр дальше, то есть чтобы защитная полоса была больше. А особенно с учетом того объема нагрузки и того количества мусора, который планируется туда. Ведь если изначально нам говорили о том, что там будет сортировка и утилизация, то сейчас уже говорят, что нет, денег нету, будет пока только захоронение. А мы представляем, какой это объем туда пойдет, и как быстро там начнет все заполняться. Поэтому вот вопросов очень много. Не хотелось бы, конечно, так уж сразу о таком плохом. Все-таки хочется надеяться, что будет там сортировка, рабочая. Владимир, ну а как? Вот сейчас в Орлове был, встречался с людьми. Орловский район сделали для себя свалку для Орлова. Сертифицировали, получили документацию. Глава района в обход Думы заключает договор с частной компанией, передает ей в частную государственную концессию этот полигон. И тут же заключается договор с соседним котельническим районом. И поехал мусор из котельнича. С двух районов. Сейчас уже третий район подключается. То есть и Орловские коллеги говорят, то есть мы делали для себя, мы понимали тот объем, который будет приходить. Ну, нагрузка на дорогу, на экологию, на все остальное. А сейчас туда массово повезли с соседних районов мусор. И они начинают поднимать этот вопрос, а глава администрации, стыдливо опуская глаза, даже не дает копию договора с этой частной ООО, которая начала принимать мусор из соседних районов. Сейчас тоже будем разбираться, подготовим запросы и обязательно поддержим своих коллег, депутатов от ЛДПР, которые подняли этот вопрос в Орловской районной думе и которые сейчас отстаивают интересы жителей Орлова. Две минуты остается. Успеете прокомментировать свою позицию, высказать по поводу темы образования, о которой мы договаривались. Это 24-я школа, 51-я школа, издание Новоровского, АС-74, где ДЮС-4 и ДЮС-Союз располагаются. Непонятно, надо как-то перемещаться и непонятно как. Конечно, Кировская администрация городская устроила просто Санта-Барбара. То есть, когда в процесс вывлекли не только саму 24-ю школу, но и спортсменов, привлекли библиотеку, еще что-то. То есть, вот этот винегрет, который они там устроили, конечно, это проблема для родителей, потому что люди обеспокоены. Варианты, которые предложены, они на 2, на 3, на 4 километра для некоторых людей удлиняют путь в школу. Но разговоры о том, что будут автобусы для младших классов, мы понимаем, что все равно люди же вынуждены провожать детей до автобуса, а это дополнительные риски. И не всякий родитель согласится первоклашку одного куда-то там отпустить или посадить в автобус и знать, что он ему еще ехать 2-3 улицы до школы. Вопрос очень острый. Я знаю, что сегодня дискуссия продолжается. Городские чиновники говорят, что у них, к сожалению, нет пока готового помещения, чтобы перемести всю школу и сделать ее односменной. Там же ведь основной вопрос, что учиться в 2 смены или в 1 школу. Сегодня мощность той школы, которая есть, она позволяет максимум 300 ученических мест. А благодаря точечной застройке, которую организовала предыдущая кировская администрация городская, там уже 520 детишек появилось, и очередь очень большая в эту школу. И здесь это вопрос, о котором неоднократно ЛДПР заявляло, что прекратите город нерезиновой, инфраструктура нерезиновая, особенно в центре. Прекратите точечную застройку. Или если ее утверждаете, то обезжите сначала застройщика, если ему так интересно строить дом в центре города, увеличить количество мест в дошкольных и школьных учреждениях. Но неужели нельзя это сделать? Можно. Есть доля города, в конце концов. Давайте проанализируем, а что город получает за то, что между жилыми домами возникают вот эти точечные застройки. Что город за счет этого получил? Вон у нас Новоросский комплекс какой построен. А где школа, а где детский сад, а где парковки? До сих пор нет ответа. И очень большие вопросы коррупционности этих историй. И вы знаете, что и когда Быков возглавлял, и главный архитектор города Кирова, госпожа Эта, то есть у нас было очень много к ним вопросов. И я считаю, что и в том числе любая точечная застройка, это в принципе шаг к коррупции. Ее надо проверять правоохранительным органам на отсутствие коррупционной составляющей и заинтересованности в этом вопросе. И точно жители должны знать, что они получают, если вдруг строятся здания между их домами, которые уже давно построены. Время, к сожалению, не дает нам продолжить нашу беседу с Кириллом Черкасовым, депутатом Госдумы от нашего региона. На этом завершается программа «Особое мнение». До свидания. До свидания, Владимир. До свидания, дорогие радиослушатели.